Продолжение следует... В отличие от вашего покорного слуги, все эти люди были геймдизайнерами, все эти люди проживали этот хлеб нелегкий, и я буду их постепенно представлять. Во-первых, Алексей Корнев, руководитель проекта Rush Royale MyGames. Леша, здравствуй. Привет. Во-вторых, Юлия Комарова, креативный директор Zillion Wales. Юлия, привет. Всем привет. Леонид Расторгуев, руководитель проектов MyGames. Юлия, привет. В качестве молодцы, да. Привет. И Александр Бажан, руководитель команды «Акселерация бизнеса» MyGames Venture Capital. Всем привет. Спасибо вам большое, что вы присоединились. И если можно, пока буквально в двух словах, давайте начнем с Леонида. Расскажите о себе вот буквально в двух словах там, как вы дошли до жизни такой. Так, ну да, всем привет. Я к команде MyGames, ну тогда еще MyGames, присоединился пять лет назад на должности как раз льдового геймдизайнера, но имея при этом за спиной опыт инди-разработки, несколько лет собственной студии, собственного проекта, выпущенного на Steam, так что это бустануло меня достаточно хорошо. Ну и вот в частности работал с Сашей на планете героев, потом сменил его на должность лид-геймдизайнера по планете героев и в дальнейшем занимался проектом Bombastic Brothers в качестве уже креативного продюсера, а сейчас занимаюсь новым проектом с той же командой, но уже в рамках All-Odd Steam. Проект пока не анонсированный, но мы работаем уже не на мобилках, мы работаем для PC и консолей, это buy-to-play, премиум продукт, синглплеерный, story-driven, так что для нас это тоже очень интересная и крутая экспедиция. Очень круто, спасибо большое. Саша, расскажи ты про себя в двух словах. В двух словах. Сложно в двух словах уложить 13-летнюю историю. Но если в двух словах, изначально хотел делать именно игры и пришел именно в BMDF, узнав, что такое геймдизайнер, и хотел именно быть именно им и только им. Но в процессе, спустя сколько-то лет, мне стало интересно, чем занимаются другие люди больше и больше, а не только геймдизайнеры. Я начал, в общем-то, все больше любопытствовать, смотреть на чужие задачи и общаться с людьми. И, как говорится, инициатива всегда наказуема, меня заметили, сказали, ну, раз ты хочешь чего-то нового, вот держи. И понеслось. Одно-то, другое-то, третье. И не заметил, как менял должности каждые полтора года. При этом периодически возвращаясь обратно на роль геймдизайнера. Так что, можно рассказать себе, я родную стезю не оставлял. Но всегда двигало вперед дальше. Это именно жажда чего-то нового, чтобы понять, на самом деле, как можно еще лучше делать игры не только с точки зрения креатива, но и с точки зрения именно в целом разработки, выстраивания команды и так далее. Спасибо. Юля. Да, всем привет еще раз. Так, я сейчас креативный директор компании «Зелен Вейлз». Собственно, буквально вот недавно, официально с ноября, наверное, то есть практически вот всего ничего, но при этом я продолжаю заниматься геймдизайном. И, в общем-то, геймдизайном занимаюсь последние, наверное, лет девять. Начинала с компании Mail.ru, причем с такого интересного проекта. Тогда еще про мобайл особо никто не слышал, но так мало. Это было распространено. Мы делали клиентскую доту, мобу доту на Unity. Потом, значит, я работала в Social Quantum на позиции лида. И несколько лет в компании PlayCode там вот по-разному. От геймдизайнера до лид-геймдизайнера, до продакт-лида. Вот. И пока вот теперь «Зелен Вейлз», собственно, чем я по большей части сейчас занимаюсь помимо геймдизайна. То есть эти задачи никуда не ушли. У нас студия небольшая, у нас 20 с чем-то человек. При этом у нас есть «Машин Ворс 2», наш мобильный проект флагманский. У нас есть новый проект, и у нас есть еще два направления, которые мы развиваем. Это паблишинг. И я вот за все это отвечаю в плане геймдизайна и, собственно, направления видения. И вот это все. Спасибо большое. Леша. Привет еще раз. У меня классическая история про «долго запрягают, но быстро еду». Я в 2011 году созрел, вернее, созрело понимание, что хочется делать игры, и решил для себя попробовать попасть в индустрию любым способом. Попытался устроиться на гейммастера в Astrum Nivel тогда, в Воронежский офис. Меня не взяли. Я полгода поработал на стройке и пошел тестировщиком. Туда же тестировщиком взяли. И так получилось, что через 4 года я попал на проект «Алоды онлайн». И через 4 года я стал скрамом команды дизайнеров. Ну, пришлось также участвовать в дизайнерской разработке. После мы небольшой командой отделились и сделали проект «Пираты. Штурм небес». Это такой проект файтинг на летающих кораблях в мире «Алодов онлайн». И дальше я уже занимался, ну, и сейчас занимаюсь разработкой мобильных проектов. Мы сделали «Спейс Джастис». Это шутер-мап мобильный. И сейчас выпустили, вот буквально на днях состоялся мировой релиз игры «Hash Royale». Да, кстати, я только хотел, собственно, упомянуть, что у вас же релиз на днях был, так что мы вас поздравляем все. Спасибо. Все большие. Релиз крутой. Поздравляем и ей спасибо за игру. То есть я с удовольствием. Да, очень круто. Спасибо, спасибо. Это для тех, кто не знает, это смесь Tower Defense и классических карточных игр а-ля там Hearthstone. Ну, наверное, Clash Royale можно сюда тоже записать. Вот. От Mushroom Wars 2, который Tower Defense-RTS. Огромные приветы. Нам очень нравится. Спасибо. Я, собственно, тоже пришел в индустрию довольно поздно. Задумался об этом в 2011. И, будучи как-то амбициозным юношей, я решил, что о чем мне размениваться, поэтому подался сразу в Blizzard на должность гейммастера. И самое смешное, что я прошел собеседование. Проблема в том, что оффер, который они мне прислали, упал в спам. И я его нашел полгода спустя. Это было очень обидно, но буквально через полгода после этого я ушел работать в Wargaming. И несмотря на то, что я ни дня не занимал позицию геймдизайнера как такового, я занимался геймдизайном ever since, наверное, и даже немножко раньше, потому что первые какие-то бумажные прототипы и игры мы начали делать там очень-очень-очень давно. Но как-то давайте от прошлого перейдем к настоящему. Давайте подумаем, кто-то может назвать, какие-то очевидные пути развития. Вот человек дорос до сеньора, казалось бы. В моем понимании, во всяком случае, сеньор – это человек, который более-менее освоил плюс-минус все аспекты своей деятельности, все аспекты профессии. Он способен заниматься своими задачами полностью автономно и, более того, он способен в какой-то мере учить джунов. То есть, условно, в моем мире сеньора отличает от джуна в первую очередь способность передавать знания. Сеньор отличает от медла, простите, оговорился. Ну вот, тем не менее, очевидные пути развития. Вот человек дорос до сеньора, что дальше? Ну, давайте я начну, наверное. Давай. А ребята, если что, поддержат. Ну, самое очевидное. Можно углубляться. Вот до этого выступал, к сожалению, забыл его имя. Нет, нет, нет. Чаругин Вадим. И он как раз рассказывал про то, что дизайнеры бывают разные, и вплоть до того, что настолько узкоспециализированные, что занимаются, например, настройкой игровой камеры, да, полностью. Все свое рабочее время занимается настройкой игровой. То есть, можно стать, углубляться в какую-то конкретную специализацию. Узкоспециализацию, да. Я, кстати, отзовусь... Сейчас, прости, что перебил, извини. Я отзовусь в этом плане и хочу отдельно высказать большие кудосы человеку, который дизайнил пушки и ганплей в Borderlands. В третьем Borderlands совершенно чудесный ганплей. И вот этот человек, это был один дизайнер, который прям сделал мне очень-очень хорошо. Да, и вот, к сожалению, такие вещи могут сделать только настоящие узкоспециализированные специалисты, которые там уже ни одну собаку съели на какой-то конкретной части игры. Так что, ну, понятный путь – это быть спецом в какой-то узкой области, вот прям настоящим гуру, да, чтобы, ну, как вот ты сейчас привел пример про Borderlands, да, кому идти, когда тебе нужно сделать стрельбу в игре, вот есть человек, отдай ему, и он сделает хорошо. Он там, как ты уже нашел, как ты уже сказал, найдет себе в команду людей, он обучит их и так далее, он передаст свои знания. Но самое главное, что он будет носителем этого знания, он будет самым главным по этой части игры. И зачастую, кстати, в играх, во многих играх, игроки на какой-то, ну, в общем, всю игру делает какая-то узкая одна область. Даже не всегда это геймплей, где-то это может быть какое-то решение там по камере или там артовое какое-то решение, ну, вместе с дизайнерами, которое сделано. Игроки могут на него больше даже внимания обратить, чем вот на какой-то там, не знаю, базовый геймплей, или на мету там, или на прокачку, да. Потому что все-таки есть вещи такие утилитарные, ну, в некоторых играх, например, та же прокачка может быть довольно утилитарной, да. Вот, ну, обычный и простой. На нее никто не обратит внимания. Но зато обратят внимание на то, что движется персонаж, на то, как он прыгает, на то, как он стреляет и так далее. В общем, самый понятный путь, как мне кажется, это вот узкая специализация на чем-то. Узкая специализация, да. Хороший, понятный вариант. Что-нибудь еще кто-нибудь хочет добавить? Другие пути? Да, да, конечно, хотел добавить. В целом, да, ты Алексей хорошо рассказал. Но вот по своему опыту и опыту многих дизайнеров, с которыми я общался, у сеньоров начинает, у хороших сеньоров часто возникает такая проблема. Они начинают, скажем так, остывать к тому делу, в котором они прямо преуспели. То есть они, получается, оно хорошо, но они сокусированы, допустим, на какой-то узкой специализации или на какое-то там конкретное направление и занимаются уже долгое время. И получается у них уже это легко. Они не встречают никакого челленджа. И начинают, ну, на самом деле терять и мотивацию. И в целом, даже общаясь с ними, всегда их подталкивают как раз, ну, ищи новое, думай, чем ты еще хочешь заниматься и так далее. Но такая ситуация часто возникает. И вот это как раз пример, когда вот если у вас такой характер и восприедается, скажем так, даже то, что хорошо получается долгое время, то надо искать новое, конечно же. И здесь, ну, если говорить про сеньоров, то два направления. То есть это либо просто расти гостикально, то есть идти до льда, то есть делать свой проект, либо идти возглавлять какой-то существующий проект. Это, в общем-то, понятное и наиболее логичное развитие. Либо, ну, идти больше, скажем так, в передачу своих знаний, либо организацию каких-то команд, либо, соответственно, создание какого-то именно новых процессов, пайплайнов и так далее. Это уже более менеджерское направление. Я бы сказал, дополнительные два направления, и они отличаются на самом деле. Потому что лид-дизайнер – это не столько менеджмент, сколько вижн. А, опять же, другое – это вот нечто, это добавить от скрама, условно говоря, как менеджмент, или нечто добавить, опять же, по строению пайплайна, процессов и обучению людей. Это более уже в сторону project менеджера, то есть это скиллы уже более связанные с развитием команды. Это второе направление. И они оба, на самом деле, для меня выглядят очень логичные. Ну, в целом, по основной причине, потому что, в целом, дизайнер игр – это такая профессия, которая в теории, ну, человек в этой профессии представляет лучше всех в команде, что из себя вставляет игра, что в ней важно. И, ну, на самом деле, исходя из этого, он может лучше многих строить в целом планы по разработке игры, в дальнейшем, соответственно, выстраиваются работы команды и так далее. То есть у дизайнера игр, в принципе, есть такой хороший, скажем так, багаж знаний, который поможет ему стать хорошим управленцем. Если это ему интересно, здесь важный аспект. Потому что если дизайнер, как чаще всего бывает, достаточно замкнутый человек, и не хочет там работать с командой, общаться с людьми, и там быть в какой-то степени занудой, то тогда, не, не надо пытаться, вы только себе нервы попортите. Тогда лучше, опять же, идти в сторону либо льда крупного проекта, либо, опять же, никто не мешает вам попробовать начать что-то небольшое свое. То есть это уже третье направление. Но хотя я боюсь собрать все направления у ребят, но кратко скажу... Не первая финутая мысль, я могу переговорить. Подожай. Да, хорошо. И дальше попробуйте развить эту мысль. Окей, да. Если я правильно понял, о чем Саша говорит, в принципе, есть действительно направление для синер-гейм-дизайнеров, которое заключается в том, чтобы перехватывать и быть на стыке, на самом деле, гейм-дизайна и бизнес-девелопмента. Это создание прототипов и создание каких-то новых направлений для студии. То есть действительно есть люди, которые развиваются в том, что они берут очень маленькие команды. Это команды по 3-4 человека с одним гейм-дизайнером по голове и начинают пилить какие-то новые истории, смотря на то, что может получиться из этого прикольного. Есть ли в этом какая-то бизнес-идея, есть ли в этом какая-то геймплейная идея. Какой-то вменяемый R&D, да. Да, да, да. И это тоже очень классный, на самом деле, на мой взгляд, путь для синера, потому что это позволяет попробовать очень много всего за очень короткий период. Ты прям перебираешь эти прототипы, ты их делаешь иногда за две недели, иногда за месяц, иногда быстрее. И ты отстреливаешь очень много разных идей, и из этого могут получаться часто очень крутые проекты. Юля? Можно я реальный опыт добавлю? Вот пример Rush Royale, мы его тоже начинали как раз втроем делать. После того, как завершили, ну, передали на поддержку проект Speed Justice, втроем сели, подумали, нам подкинули идею эту, она нам понравилась, мы ее начали развивать. И, собственно говоря, там за две недели сделали прототип первый, после которого стало понятно, что идея работоспособна, и то, что те вещи, которые мы хотим сделать, сделают, скорее всего, сработают. Тогда мы начали команду собирать. Вот пример того, как втроем там с одним дизайнером, с одним... Ну, вот я на позиции PM, но как бы у нас так устроена разработка, что наш PM – это и отчасти продакт-менеджер, и где-то, и, может быть, чуть-чуть продюсер, и PM, и HR, и так далее. Поэтому вот я, один дизайнер и программист сделали, по сути, ну, я имею в виду, что на старте заложили фундамент, а дальше подключились ребята суперкрутые, и вот получилось то, что получилось. Юля? Ну, кстати, это очень крутой способ в маленьких командах развивая идеи сеньор-геймдизайнера, попробовать себя в других областях, в том числе. Я тоже, наверное, поделюсь. Во-первых, скажу, что еще один путь, вот тут все вокруг да около ходят, там менеджмент, да, правда, и горизонтальное развитие, есть вертикальное развитие, да, как Саша говорил. В общем-то, очень часто геймдизайнеры уходят в продюсирование, вот, это достаточно такой популярный, скажем, популярное направление, и часто там геймдизайнеры... Потому что многие геймдизайнеры думают, что продюсер не работает. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, поэтому почему-то, да, стоит такая звезда, значит, у геймдизайнера есть стремление продюсирования, когда у многих спрашиваешь нам, ну, кто уже опытный, да, там, сеньоры, кем вы хотите стать там через, ну, там, на проекте или в компании там через какое-то время, они говорят, ну, продюсером, я хочу свой собственный проект, потому что продюсер, ну, это отдельная тема для разговора, но это какая-то такая немного сакральная такая должность, скажем так. Ну, я не об этом, я о том, что у меня вот был примерно такой интересный опыт, потому что в какой-то момент, сделав несколько проектов успешных, зарабатываясь, все окей там, стало понятно, что, ну, мне скучно, вот, то есть я уже на этих проектах сказала все, что я могла сказать, там, как геймдизайнер, да, там все сделали, я больше, в большей степени занимаюсь мидкорными играми, ПВП, вот это все. На одном из проектов сделали там и кланы, и клановые войны, и все это прекрасно работало, и без нас, в общем-то. И вот, и у меня, соответственно, был вопрос, ну, окей, как бы вроде как там, да, с геймдизайном примерно все понятно, а что есть еще, как бы, да, вот в какую сторону еще можно пойти, и вот как раз, вот как Леша классно рассказал, собрать маленькую команду, начать пилить маленькие прототипы, и, грубо говоря, это такое R&D направление получается, да, когда в рамках компании организуется такой вот исследовательский юнит, который начинает вот прототипировать, искать какие-то новые идеи. И здесь интересно, что если раньше сеньор геймдизайнер, как правило, там сфокусирован там на своем каком-то проекте, у него там есть фичи, он погружен в вот этот условный лес, да, вот он сидит, занимается там рубкой деревьев, строительством домов, да, а здесь, когда ты расширяешь свое поле деятельности, переходишь там на тестирование идей, на быстрые прототипы, там на поиск еще чего-то, тебе приходится менять, немного расширять свои компетенции, и то, что ты делал раньше до этого, там, допустим, не знаю, сидел, забурился там в конкретную механику, там пушку мог настроить, там мог тут там каких-то юнитов подвигать, тут какую-то карту собрать, это уже для тебя становится менее важно, ты начинаешь смотреть шире. Вот, и в какой-то момент меня, допустим, очень привлекла сама концепция разработки видения, вижена, да, шаринга вижена команды, и вот это вот интересный процесс, когда в какой-то момент, ну, сначала никто не понимает, геймдизайнеров вообще, в принципе, иногда бывает сложно понять остальной команде, да, у всех свыскало от ума, геймдизайнер, там, в частности, сеньор, очень хорошо отличается от, там, допустим, остальных ребят, во-первых, у геймдизайнера в голове уже все есть, у него в голове уже все работает, у него игра уже вышла, она заработала, все фичи сложились, и все идеально. При этом программисты и художники, они смотрят на него большими глазами, никто ничего не понимает, вот, и задача геймдизайнера показать им вижен таким образом, да, чтобы они все заразились, чтобы все поняли, даже без конкретных деталей, что это будет крутая игра, что мы работаем над какой-то крутой штукой, и как бы пофигу там, какое будет там, не знаю, хп у юнитов, вот, но в целом это прикольно. Вот, и вот это вот, вот этот вот скилл, как бы, когда у тебя нет абсолютно ничего, но у тебя есть дикое желание что-то сделать, и у тебя есть идея, это идея быстро всех заразить, на основе этого быстро подделать прототипы, выбрать направление, и вот из этого ничего, получить готовый продукт, это вот суперкрутой скилл, и вот мне в какой-то момент это очень понравилось, а потом выяснилось, что это там называется, и как вроде как, и не геймдизайнера, вроде как уже и побольше, и оно как-то само собой получилось, что ты постепенно начинаешь брать на себя все больше и больше, начинаешь залезать во всякие смежные области, а потом бац, и ты вроде как уже 90% времени тратишь не на геймдизайн. Я укажу еще один путь развития, вот, как бы, потому что на самом деле все, что вы перечислили, оно все абсолютно релевантно, а то, что хочу указать я, оно очень часто менее очевидно, и это путь, который называется геймстадис и академический геймдизайн, когда дизайнер учится вычищать дизайн-процесс, когда он учится чистому дизайну, и когда он, мало того, что он учится этому сам, он прививает к культуру более какого-то очищенного геймдизайна, более продуктивного, то есть то, что называется, например, у нас ГД принципл, то есть это человек, задача которого обрабатывает дизайн-процессы не с точки зрения менеджмента или с точки зрения продуктивности, а с точки зрения именно более качественного дизайна. Это тоже, мне кажется, достаточно важный путь развития, чтобы его оставлять за скобками. Очень крутой путь, кстати. Я лично с этим людьми не сталкивался никогда, потому что обычно эти компетенции, они размазаны где-то между PM-ом, продюсером или геймдизайнером. Но в целом, да, я мечтаю жить в таком мире, где такие люди есть. Они уже нужны достаточно больших команд, тоже нужно понимать, при этом не в средних, не в размерах, там 30 человек, а это на самом деле уже, наверное, в большем количестве, когда это правда. Скажем так, многопроектные, ну, как ваши студии, к примеру, студии, которые имеют несколько проектов на Лайл-Оксе и при этом еще разрабатывают несколько. Да, да. Это очень полезно. Ну, я еще немножко вброшу, прости, тогда и про экспертов, что тоже на самом деле люди, которых я обожаю и очень хочу видеть больше, потому что, мне кажется, узкие эксперты в отдельных геймдизайнерских областях, они, к сожалению, в нашей индустрии очень редко встречаются. Может быть, как раз из-за того, что очень динамично все развивается и команды маленькие, проекты маленькие, много работы с мобильными приложениями, которые, в принципе, требуют гораздо меньших сроков и больше различий идей. Но, в целом, мне кажется, тоже этот концепт очень крутой человек, который мог бы прийти на любой проект и в своей области рассказать, что в данном проекте нужно улучшить для того, чтобы вот эта область как раз заиграла новыми красками, как вот был пример с ганплеем в Borderlands. Это вот, мне кажется, мечта, и я всячески напутствую всех больше идти в это направление, потому что это очень круто. Это правда очень круто. Кстати, обращаюсь к зрителям. Ребят, это не лекция, это круглый стол и панельная дискуссия. Если у вас есть вопросы, не ждите конца, задавайте их прямо сейчас, нам их оттранслируют в чат, и мы постараемся на них ответить прямо в формате живого диалога, чтобы это не было в конце и как-то скомканно. Тем не менее, у нас есть еще некоторое количество вопросов. Вопрос, который звучит так, как это, вот этот великий путь геймдизайнера, да, как по-вашему, что больше всего мешает? Вот. Основная, вот самая главная помеха, давайте вот каждый одну какую-то назовет, самая главная помеха вот в росте геймдизайнера, как по-вашему, что это? Позволишь? Давай. Хочу продолжить мысль Юлия по переходу, скажем так, в роль продюсера, ну и на основе своего опыта в первую очередь, потому что первый раз я попробовал на зуб эту профессию где-то спустя два года всего лишь в разработке игр, но тогда это было продюсер-оперирование, то есть именно на паблишинг онлайновой игры, но в то время, понятно, это на ПК, и тогда мне уже показали на самом деле про что эта профессия, меня сильно так, ну по-хорошему наказали, то есть объяснили на самом деле Саше, что все, что ты до этого понимал и делал, ты талантливый, ты круто, но это все не то, ты геймдизайнер, но тебе начали становиться продюсером, и в чем разница на самом деле глобальная с моей точки зрения между ними. Геймдизайнер, он конечно же, да, он должен думать и про монетизацию и про то, как будет зарабатывать игра, но все равно он во главе и в корне думает про геймплей, про игрока, про юзерстори, про то вообще, как получать фан. Это всегда должно быть, на мой взгляд, правильный геймдизайнер, должно быть его основой, фундаментом. При этом в параллеле он должен понимать, что на самом деле, а как вовлекать платящего игрока. То есть он не думает на самом деле, как здесь в первую очередь заработать столько денег, а как на самом деле вовлекать платящего, чтобы ему было тоже приятно, и он деньги с удовольствием потратил. Как развлекать, соответственно, не платящего и так далее. То есть геймдизайнер в первую очередь думает всегда про геймплей и фан. Продюсер, я знаю, опять же, очень многих, и 99% из них тоже много чего понимают про геймплей и фан. То есть по замыслу пересекающиеся вещи. Многие из них могут тоже много рассказать, показать, объяснить и так далее. Вроде бы, прохожие должности, почему переход может быть сложным. Потому что на самом деле, на мой взгляд, вот в корне продюсера совсем другое именно такое идея. Продюсер в первую очередь думает про игру как про бизнес. То есть это бизнес, сделанный на основе игр. То есть геймдизайнер это игра, которую можно превратить в бизнес. А продюсер это бизнес, который сделан на основе игр. И в этом корневое отличие. И я встречал очень мало геймдизайнеров на любых топовых должностях, которые, правда, уже осмысленно приходили думать именно про вообще не только даже какие-то метрики модернизационные, но про то, что такое команда, что такое беда, что такое маркетинг, когда и как что закупаться. То есть как-то превратить именно в студию и как-то должно в целом работать как проект. Даже не в студии, как работающий запущенный проект. И они вот про это даже не задумываются, а продюсеры на самом деле вот это обычно те люди, которые очень радо понимают, что вот это важно и это ценно. И, собственно говоря, твой вопрос, что мешает? Ну, мешает понять, что все-таки, да, мы делаем игры, и это круто, но это наша профессия, и профессия для меня больше синоним все-таки ремесло. И ремесло мы должны делать свое хорошо, а для этого если быть продюсером, то ты должен делать хороший бизнес. Такая вот мысль. Спасибо. Леша? Есть чем дополнить, может быть? Ну, да, я тут добавлю, вот буквально недавно, похоже, тут у меня беседа была, и там такая фраза прозвучала, что вообще в целом степень инфантильности людей в гейминдустрии, она выше, чем в любой другой, наверное. Ну, у нас в индустрии пятилетних, да, я согласен. Да, да, да. Честно говоря, если вот там во всякую психологию лезть и так далее, окажется, что большая часть людей, работающих в геймдеве, она такая чуть-чуть оторванная от реальной жизни, не в плохом смысле этого слова, просто такая немного наивная, что ли, вот живущая в этом виртуальном мире. Вот. И это, честно говоря, иногда мешает. Это мешает в первую очередь и в коммуникациях, потому что вот кто-то из коллег, наверное, не нарочно сказал, вот что многие дизайнеры замкнуты, да, оторваны от команды. И это очень большая проблема для дизайнера, потому что дизайнер это такая лейка, знаете, в которую вливаются все, и арт, это человек на стыке, арта, программирования, вижена там, продюсера, своего какого-то там, или визионера какого-то, своего личного вижена, да, который он в свою фичу вложил в какую-то идею. Вот это такая лейка, через которую должна все это пропускать, отсекать лишнее и так далее. И если вот этот человек, оторван от всей команды, остальной, скорее всего, у него никакого роста не произойдет. Наоборот, вот история успеха дизайнеров, которую я видел, да, вот на личном опыте, они всегда связаны с тем, что человек проактивный, очень открытый, который приходит и рассказывает, зачем это делается. То есть объяснять причины, не просто говорить, сделайте так. То есть зачастую человек доносит до людей, ну, старается донести до людей идею, почему так нужно сделать, приводит примеры и так далее. В общем, вот эта вот закрытость, она, мне кажется, в минус играет очень сильно. То есть мне кажется, дизайнер должен быть открытым к команде, к людям. И надо же продать все-таки свою идею. В смысле, продать не продюсеру там или кому-то там, пэму своему, да, продать команде, людям, чтобы они с удовольствием это все сделали. Это очень важно. Это правда. Юля, есть что сказать? Что, по-твоему, больше всего мешает дизайнеру в его развитии? Ну, я видела разных дизайнеров. У меня есть два таких пункта. Один основан. Одним могу поделиться, поскольку у нас тут круглый стол из своего личного опыта, что мешало конкретно мне, да. Вот. А второе, что я наблюдала. На самом деле, начнем со второго. Очень часто. Я не знаю, ну, возможно, мне так везло, но многим геймдизайнерам, которых я знаю, мешало в дальнейшем росте, ну, просто нежелание расти. Ну, то есть, вот они гейм... Я геймдизайнер на каком-то проекте. У меня есть конкретные задачи, у меня есть конкретные фичи, я там пишу документацию, общаюсь там со своей командой разработчиков, раз в месяц у меня релиз, мне все понятно, мне все хорошо, я сижу, работаю так 7 лет, все нормально. То есть, меня ничего не парит, у меня есть продюсер. Продюсер меняется, я знаю достаточно много таких дизайнеров, просто человек и все устраивает, им окей, им комфортно. То есть, как бы, у дизайнера есть своя зона комфорта, у него есть там какие-то свои проекты, которые ему нравятся, на котором он работает, он не видит смысла из этого кокона куда-то вылезать, вот оно так хорошо, ему вот все устраивает. Вот, это, в принципе, ну, мешает ли это в росте, мешает ли там шива в одном месте, отсутствие шива в одном месте, ну, наверное, да. Ну, опять-таки, многим и так хорошо, они вот в своем деле себя чувствуют уютно, хорошо, и вот. А на своем... Может быть, он просто не готов, может быть, они просто еще не готовы, да, может быть, там они еще не пришло к ним это осознание, может быть, они не увидели какой-то свое вау, вот этого, да, там, вау, я хочу быть как этот человек, там, да, вау, я хочу делать там такие проекты. Вот, в моем случае у меня всегда, мне хотелось чего-нибудь еще бы такого попробовать, чего бы мне еще такого интересного поделать. Вот, и в какой-то момент я столкнулась с такой ситуацией, что мне было интересно брать на себя новые задачи, мне было интересно, ну, вот приведу пример, я всегда очень хотела в мобильные игры, я всегда очень хотела поработать на живом мобильном проекте, вот. На тот момент в компании, где я работала, мобильные проекты только разрабатывались, как бы, вот, и LiveOps'а такого не было вообще никакого, да, вот, и я занималась играми для социальных сетей, мне это давно уже перестало быть интересным, ну, и получилось так, что у меня-то желание есть, а у компании такого пока запроса нет на таких специалистов, да, то есть, как бы, они такие, ну, как бы, мы, конечно, понимаем, что тебе хочется, но у нас ничего такого нету, а если и будет, то там через два года, вот, и ты понимаешь, как бы, что, в принципе, да, ты можешь посидеть, подождать, пока поработать там на текущих там проектах, в которых ты уже все знаешь, ты уже все делал, даже уйти, через два года вернуться. Так вот, да, и, соответственно, другой вариант, это, собственно, пойти и поискать, а что же есть вообще на рынке, может быть, есть что-нибудь крутое, что соответствует там твоим текущим требованиям, ну, вот, собственно, чем я и занялась, вот, я поняла, что в текущий момент времени, вот, наши там ожидания друг от друга, там, мое от компании и компания от меня, да, компания ожидала, что я продолжу работать так, как я работала до этого, вот, ну, там, пару лет еще, да, а дальше уже, может быть, что-то произойдет. А мне не хотелось ждать пару лет, мне хотелось, вот, я хочу сейчас, да, попробовать, вот, ну, и, собственно, я для себя сделала такой, сделала такой выбор, вот, ну, попробовала, вроде как пока получается. Вот, собственно, такие ситуации тоже бывают и иногда для того, чтобы вырасти, нужно выйти из зоны комфорта, то есть это, ну, смена работы, это определенный выход из зоны комфорта, точно так же, как смена... То есть надо всегда выходить из зоны комфорта? Ну, да нет, слушай. Не бывает роста в комфорте, на мой взгляд. Ну, слушай, многие продюсеры точно так же говорят, вот, и устраивают различные, вот, как раз, выращивают геймдизайнеров, через боль, кровь, пот и слезы, да, устраивают, такие кровавые бани. Ну, я, кстати, не согласен. Дискомфорт не всегда боль. Не-не-не, можно доставлять дискомфорт в том месте, куда ты хочешь, чтобы человек рос, но во всех остальных местах он должен находиться в комфорте, чтобы быть в ресурсе. Да-да, не надо сажать его в чулан холодный, это не принесет пользы, и он не станет друг. Сейчас, подожди, я пойду Джуна выпущу, раз ты... Я не пойму, то дать тему дискомфорт. Я хочу отозваться, тоже назвать, тоже две вещи, то есть одну вещь, которую я, да, увидел у других, и одну из своего опыта. Но я начну как раз со своего опыта, вот, по моему опыту скажу, что очень сильно мешает в развитии, как геймдизайнера, боязнь ошибаться. Страх ошибки преследует всех геймдизайнеров, а у нас еще, к сожалению, ну, вообще в СНГ, у нас культура успеха, у нас нет культуры ошибок. И поэтому за ошибки ругают, за ошибки наказывают, начиная с младшей школы и на протяжении всей жизни. А то, что дизайн – это путь проб и ошибок, и ошибок у тебя на самом деле на порядке больше, чем удачных решений, потому что ты итерируешь, ты пробуешь, ты пытаешься. Как бы об этом никто не рассказывает. А я несколько лет назад, прости, немножко перебью, общалась с ведущим геймдизайнером по экономике третьего «Ведьмака». Он проезжал на «White Nights», вот, у него в презентации была чудесная фраза огромными буквами, ну, то есть «Ведьмак», «Сиди Проджект», да, все дела, то есть человек с опытом как бы знает, о чем говорит. У него огромными буквами была фраза «Making games means making mistakes», то есть создавать игры означает делать ошибки. Да, геймдизайнер ошибается дважды в первый раз перед выбором профессии, да. Вот и шутейки подъехали. Ладно же, не знаю. Конечно. А второе, вот как раз из-за того, что я видел, что очень сильно мешает, что на самом деле, по сути, на мой взгляд, становится просто бетонным блоком на пути развития геймдизайнера, это его, как это, знаешь-ка, вот когда насмотренность играми переходит в состояние «я уже все видел», отсутствие возможности удивляться, отсутствие какого-то поиска, вот когда вот это перестает работать, все, геймдизайнер закончился на этот момент. Если он не способен взглянуть на проект и назвать в нем там три вещи, которые интересны, все, он, ну, вон из профессии, правда. я полностью это поддерживаю и опять-таки там на волне собеседований геймдизайнеров немножко просто вклинюсь, мы сейчас ищем там медлов, сеньоров, вот, и собеседуем... Как и вы. Ну, ладно, в общем, мы все ищем, ребята, вы знаете, небольшой продакт-плейсмент. В общем, какую я для себя отметила особенность, ну, не знаю, проблема ли это индустрия, но просто какой-то тренд может быть, ну, как там, таких людей, наверное, уже больше, наверное, пяти-шести, да нет, человек десять уже там за последние полгода точно было, в общем. Люди с опытом там восемь-десять лет, то есть там это не джуны, там, да, это даже там не пять лет опыта, у которых несколько проектов, несколько компаний, часто крупные проекты, часто, в принципе, успешные, ты с ними разговариваешь, общаешься и выясняешься, что да, опыт есть, ну, в общем-то, довольно неплохой, но последние два года человек не играет в игры. Это вообще ужас, который... Давайте мы сейчас начнем в англом. Да-да-да-да, давайте фотоистически я могу немножко добавить. Давайте пускай Леонид немножко... Я хочу сказать, что это проблема. Другую сторону против информации. Да, давай. Вот, с которой я сталкивался часто, она случается, на самом деле, у геймдизайнеров довольно рано и, на мой взгляд, тоже очень сильно мешает им разрабатывать. Это геймдизайнер, я называю геймдизайнер-гик, который вот настолько погружается в вселенную игр и настолько считает, что все механики уже самые очевидные и самые понятные, что он перестает мыслить как рядовой игрок. Он перестает понимать, что он делает игру, в общем-то, не для таких же людей, для которых то, что там крит 0,2% это ок, это как бы вообще супер и все понятно, а в общем-то, для обычных людей, которые придут на это, посмотрят и вообще ничего не поймут. И вот эта вещь, на мой взгляд, очень сильно срабатывает где-то тоже на стыке медла и сеньора, и если человек не научится снова смотреть на то, что он делает глазами все-таки обычного человека, а не вот этого вот супер-геймдизайнера, мыслящего механиками, цифрами, балансом, то он не сможет дальше развиваться. Вот для меня это большой камень преткновения у дизайнера, с которыми я работал там за 5 лет в моей группе. Это правда. Майкет-сунг это хороший такой. У нас приехали вопросы от аудитории. Начну я с самого прямо интересного и вкусного. А есть ли на рынке запрос на Синьер плюс ГД? С бизнес-специализациями понятно. Есть запрос на продюсеров, а вот с экспертами и принципами на нашем рынке кажется сложно. Позволь мне, я хотел уточнить, может быть, у автора, здесь как-то вроде с одной стороны написал вопрос про Синьер плюс, но при этом указал достаточно узкий рынок принципов экспертов. Я понимаю, что человек говорит о том, когда... Все ли дизайнеры, куда делись? Когда специалист не хочет идти в менеджмент, в ледовство. Так подождите, в мое понимание лид-дизайн это не менеджер, лид-дизайн это визионер в первую очередь. Ну, твое понимание в данном случае сильно отличается от очень многих. Очень много где лид-дизайнер это именно человек, который управляет командой. Вложа руку на сердце, да, как менеджерские задачи точно. Ну, вот сколько я видел лид-дизайнер. Представь себе, что человек вообще не хочет заниматься менеджментом, совсем. А, ты имеешь в виду, он не хочет распределять задачи в принципе. Ну, вообще к жиру не хочет вообще никогда видеть и общаться не в виду. Он готов закрывать там таски, но распределять их не готов. Да-да-да. Таких, кстати, много. Вот это как раз те люди, которые, вот как Леша говорил, не особо хотят взаимодействовать, они такие замыкаются, но поэтому у них может быть шикарная экспертиза, они могут быть... Они могут быть даже коммуникативными, они просто, например, он не хочет терять вот этот статус души компании и переноситься в это самое, в мир пиджаков. Запрос на самом деле есть, вот, на узких там, на узких специалистов, которые суперкруто разбираются там в своей области. Просто приведу пример, например, мы там сейчас одно из направлений, это паблишинг новой для нас игры, в которой, ну, на новой механике, в которой у нас экспертизы не так много, как хотелось бы, собственно, поэтому мы паблишингом и занимаемся, чтобы эту экспертизу набрать. Так вот, там есть такие нюансы в механиках, ну, вот, условно, как, не знаю, там, пушки в бордеруэнсе, да, и мы понимаем, что наши экспертизы, мы понимаем, что что-то не так, но чтобы это сделать именно так, чтобы оно было именно вот как надо, да, нам для этого нужен узкий специалист, который вот именно разбирается вот в механиках конкретного жанра, конкретных игр. Вот, и у нас такой запрос был, и мы такого специалиста нашли его. Другой вопрос, как мы его искали, действительно там, размещение вакансии, что там нам нужен человек, который умеет конкретно в это, ну, это странно, поэтому запросы есть, ну, то есть... Самое интересное... Своей страны? Сори, давай, давай, Доша, давай. Самое интересное, что дальше с этим человеком будет, когда, допустим, проект не зайдет, ну, вдруг такое случится, да, а вот человек пришел, он не хочет ничего другого делать, он хочет делать пушки из бордерленса, а ты... А мы вот, мы привлекаем на это самое, на... Мы не берем штат его, да, он на контрактной основе. Да, такой вариант, окей. Да, и он, на самом деле, он работает с несколькими разными проектами на контрактной основе, и вот такие специалисты, на самом деле, им часто не имеет смысла, на мой взгляд, сидеть в какой-то одной компании, но если она там не какая-то большая, типа Пиксоника, да, того же, вот, а они могут спокойно, фрилансы, контракты, вообще отлично работают. Да, я отзывусь, потому что я два года помогал ребятам настраивать монетизацию в разных проектах, именно как контрактный человек, то есть пришел, отработал там месяц-два, сделал свою задачу и ушел. И спрос на тебя был огромный просто. Было такое, да. Я еще хочу сказать такой момент, что на самом деле запрос на синер плюс специализацию есть всегда. В индустрии, на самом деле сейчас денег гораздо больше, чем исполнителей. И у бизнеса, бизнес любого, маломальский, прям вот, хорошего эксперта отрывается руками, его находят, куда пристроить. Вплоть до того, что иногда компании открывают прямо новый проект под какую-нибудь звезду, которую им удалось оторвать. на лид-дизайнеров прям огромный спрос. Я бы сказал, только джуны, наверное, прям большого спроса, наверное, не имеют. Но медлы, сеньоры тоже постоянно в дефиците. Это наиболее частые там вакансии, возможно, там раньше говорили об этом, про, опять же, поиск дизайнеров и так далее. Но сеньоров и медлов тоже очень сложно найти. А лидов, ты правильно сказал, лидов ищут на самом деле под конкретные проекты, либо под лида делают проекты. И поэтому это просто реже ситуация, но лидов еще меньше на рынке. С экспертами же, я думаю, проблема в том, что, ну, представьте, я там, не знаю, решил сделать новую игру. Я не знаю, решил сделать там ММО-шутер, еще один, с какой-нибудь, не знаю, там, новыми механиками. И мне нужен, опять же, там, специалист по шутингу, условно говоря. Потому что я хочу, там, не знаю, чтобы это была сразу на мультиплатформе, на игра, к примеру. И мне нужен человек, который там на консоли будет классно сделать шутинг-механики, и тогда, ну, на консолях, на мобилках, на ПК. И, правда, там нужен хороший специалист, потому что там во многих играх это отлаживали годами и многими версиями. Но мне сложно понять вообще, кто там конкретно в каждой игре делал конкретную механику. Потому что такие люди не особо светятся. И поэтому, опять же, может быть, зря люди не пишут в таких случаях, там, ищем специалиста, там, только на конкретно на шутинг. Может быть, и мы чарли запрещают, говорят, вы, может, хорошего человека пропустите. Но, просто, хочу отозваться, что хороший человек это не профессия. Здесь, я имею в виду, специалиста в узкой профессии, у него есть и минус, то, что он реже нужен на рынке, но он, правда, нужен. И его сложнее еще найти, потому что его ищут в определенные моменты, и, опять же, там, неизвестно, где он в конкретных местах сидит. Там, с более популярными специализациями, типа, специалист по метагейму, ивентам, и лайвопсу, там проще сейчас, потому что сейчас их, мало больше. С лейвел-дизайнерами вообще боль. Днем со днем не сыщешь, особенно скилловых лейвел-дизайнеров, ни донеров, ни медлов, бассейнеров. Мы искали полгода практически. Но мы вот полгода ищем уже больше, чем полгода, ищем сеньора, и как бы пока без шансов особо поделюсь тоже своей болью, поэтому джунское направление открыю. Присоединюсь, такая же беда. Сеньора найти очень тяжело. Сейчас у нас... Человек спрашивает, это тот самый, у нас тут психотерапевтическая группа сейчас заплачет. Ну и, кстати, у меня были примеры, когда, вот мы уже раньше проговорили, человек пришел на собеседование, на сеньорскую позицию, сделал тестовое, там все, готов разговаривать и так далее. И чуть ли не в начале беседы на вопрос, типа, в что играешь? Он сказал, да, Ведьмака третьего последнего играл. В что играл? Все. Ты сразу думаешь, типа, о чем дальше вообще говорить? Ну да, я в игре не играл. Человек уже там, типа, два-три года вообще не играет, типа. Да, да. Ну я раньше, да. Подожди, может он его только прошел. Ну в общем, это очень странная штука, я такое встречаюсь суперчасто. Я очень часто это встречаю. Играющий дизайнер, это вот через одного, действительно. Да, он такой, ну а что там, там, типа, пока мы не ушли совсем в тихотерапию, давайте я следующий вопрос задам. Если компания остановилась на определенных жанрах, нашла свою нишу, как предложить свою идею так, чтобы она не была отвергнута под причиной новая это риск, мы пойдем по протоптанной дорожке? Мне кажется, это прям для Саши вопрос. Я вот больше думал про тебя, Лёнь, потому что ну давай тогда я начну, а ты продолжишь, потому что ну вообще где есть следующее, то есть если вы что-то хотите предложить человеку, который заведомо в принципе не хочет вас слушать, то вы должны ему в первую очередь показать привлекательность вообще вашего предложения. Вообще, то есть, продать его. да, это может, да, я тоже люблю это слово продать, то есть, ты идею продаешь, то есть, там хвалишь, о, какая красивая у меня шуба, там хочешь такого-то, на кае, вот не знаю, там 1500 и так далее. И, ну, вы должны найти наибольшие плюсы своей идеи, в первую очередь, и давить именно на это, то есть, это может быть все что угодно, это может быть там, не знаю, то, что данный жанр, вы нашли жанр, который уверен, что это глубокое синее море, то есть, то, что там потенциально большая аудитория, а явных лидеров там нету, и нет толпы людей, которые там зарабатывают. Либо вы можете сказать, что вы, правда, нашли какую-то очень реиграбельную механику коры, сказали, что, блин, вот это все будет еще лучше, более реиграбельно, чем ашера, вот я прям уверен, у меня в голове все сложилось, дай мне там, и здесь выгодная, опять же, часть, дай мне чуть-чуть людей на короткое время, я тебе это докажу. Да, чтобы по деньгам это было дешево. То есть, точно надо начать с стандартного питча, и это нормально, предлагая идею нового проекта, вы не должны прибегать к продюсеру или там к фаундеру, или к SEO со словами, о, я знаю, что нам надо делать. И там, вот, это коридорный разговор, это самый плохой вариант. То есть, на самом деле, если вы придете, ну, хотя бы, не знаю, там, в свое время начинал с того, что приходил, и с выгрузкой из АП, с сортировкой по жанрам, и с объяснением, что вот да, вот вообще данные конкретные жанры, они уже вышли за пределами Азии, потому что там все мне до этого говорили. Ты даже про продукт говоришь, подожди, это уже слишком серьезно. Я тут скажу немножко с точки зрения именно геймдизайна. Ребят, правда, вот идея, высказанная на словах, да, даже просто записанная, это вот еще ничего. Даже, если вы совсем, вот как я, например, да, честно признаюсь, не владеете инструментами разработки, сделайте прототип на бумаге. Вот правда, сделайте прототип на бумаге, покажите, что в это интересно играть. Или попросите Васю, заразите его идеей, и он в свободное время, если Вася программист, он вам на кубиках сбацает какой-нибудь суперпростой прототипчик. Или вот отправлено вас к предыдущей лекции Антона Токарева, быстренько освоите прототипы. Допринты для Unreal Engine, да, кстати. На самом деле, да, я чуть резюмирую, по собственному опыту, когда, собственно, возникает новая идея, и нужно ее кому-то предложить, чтобы она не была отвергнута, тут действительно важно понимать, с кем ты разговариваешь. Если ты разговариваешь с продюсером своим, то, как Саша до этого, 15 минут назад говорил, продюсеры, они мыслят на другом уровне, они мыслят бизнесом, они мыслят бизнес-идеями, и, конечно, приходить к нему с горящими глазами и рассказывать про караваны, ну, наверное, не самая лучшая идея. Все-таки нужно показать какой-то R&D по рынку, показать, какие есть проекты в жанре, почему твой проект будет отличаться, в чем его ESP, да, какие, почему, в принципе, можно на этом деньги заработать. То есть это же история все-таки для продюсера про бизнес. Другой вопрос, если ты там приходишь к, например, к креативному директору, который больше провижен, тут действительно тоже хорошо бы иметь что-то на руках более вещественное, как Женя говорит, прототип, может быть, на бумаге, может быть, на бульпринтах, или хотя бы расписанный диздок, ну, хоть с чего-то начать. Действительно, конечно, идея вообще без всего никому не нужна. Но в целом просто думайте о том, с кем вы разговариваете, кому вы предлагаете свою концепцию и оперируете его уровнем мышления по продуктам. Вот как он на это все смотрит и как он будет вашу идею оценивать, с какими параметрами. Еще один вопрос, которым, наверное, стоит резюмировать, так сказать. У меня просто, во-первых, в плане для круглого стола был почти такой же вопрос, но мне кажется, что вопрос от нашего слушателя будет лучше. Я пришел в геймдизайн полтора года назад, стремлюсь познать все тайны геймдизайна, потом стать продюсером и там научиться всему. Потом лет через 10 основать свою студию. Какие подводные камни меня ждут на этом пути? Биполярное расстройство. Там нормальный путь, а что через 10 лет? То есть буквально перечисляли то, что остынешь к играм, перестанешь смотреть, либо там, не знаю, не начнешь думать про бизнес, либо, опять же, не будешь... Подожди, это не подводные камни. А, еще более подводные. Нет, план хороший, он постепенный, он последовательный, следовательно, более-менее, вот, ну, в принципе, что, геймдизайн, стать классным геймдизайнером, потом идти в продюсирование. Нужно учитывать, что один из подводных камней... А потом открыть свою студию, да. Да, потом открыть свою студию. Короче, это можно сплющить и не растягивать на 10 лет. У меня есть уже сейчас примеры, когда, в принципе, у нас в портфеле появляются как раз из такого сценария. Люди, которые буквально прыгнули там с лейт-дизайнера на фаундера. То есть, условно говоря, то есть к нам приходят, печуют игру, говорят, у нас вот есть такая-то команда, вот такой-то опыт у меня, у них есть, и мы явно знаем, что надо делать сейчас на рынке. Печевали, все, мы подписались и дальше будем с ними работать. При этом там, да, именно, ну, хорошая идея, грамотно изложена, и явно видно, что еще понимание есть о рынке, и еще у команды есть опыт. Но суммарно, вот это прыжок, на самом деле, он даже продюсером, ну, то есть, скажем так, прям продюсером долгое время в каком-то крупном или некрупном проекте он даже и не был. То есть, можно прийти раньше, можно миновать там продюсера. В принципе, фаундером можно вообще стать очень даже быстро на какой-нибудь Инди-игре, начать с этого. Некоторые вообще, Леня меня всегда поражал, я был в шоке, можно я кратко расскажу? Ждите. Он сразу после выпуска из института без опыта какой-либо работы решил, о, я хочу сделать свою игру. И начал собирать команду, искать инвестора, делать игру. Подводные камни, игра, я тоже начал собирать, да. Просто без... Работают там гей-дизайнеры, или кем-то еще, я хочу делать свою игру. Все, то есть, можно делать и так. Это так, ну, просто помните. Ну, как бы, из собственного опыта я не советую. Это больно. Ну, а как по-другому? Я еще хочу сказать, что один из подводных камней запаситесь терпением, потому что вас ждет очень-очень-очень много разочарований в людях. Это правда. А, в людях. Я подумал, ты скажешь, что много ошибок. Нет, нет, нет. Ошибки ждут и гейм-дизайнеров. А вот как только ты становишься основателем компании, как только ты... Гейм-дизайнеры тоже разочаровываются в людях, в игроках. Я вообще думал, что вы должны запаситесь дошираком. А у тебя был такой? У тебя был годовой запас доширака? Конечно. Конечно. Мы делали блокауты в офисе из коробок с под пиццей. Мы клеили на стены и на окна, чтобы художники могли рисовать. Хорошо. На самом деле, мы потихоньку будем закругляться. Я очень-очень прошу всех наших зрителей, неважно, сейчас вы смотрите или будете смотреть это в записи, пожалуйста, заполните форму обратной связи, будет дана ссылочка и оставьте, пожалуйста, ваш фидбэк. Нам это очень важно, потому что, еще раз говорю, это не последнее такое мероприятие. Мы будем делать их регулярно, во всяком случае. Я очень постараюсь, если мне хватит сил и здоровья. И, пожалуйста, оставьте фидбэк, расскажите, чем мы можем сделать лучше, кого бы вам хотелось услышать. Может быть, у вас есть какие-то предложения о том, с чем хотите выступить вы сами. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, и мы обязательно с вами свяжемся по вашему фидбэку. Секундочку, профит, можно ремарочку маленькую? Давай. Да, конечно. Мы забыли, вот один момент, у меня был такой пример, когда человек из геймдизайна ушел в продуктовую аналитику. То есть, человек настолько был про математику, про экономику, про изучение поведения действий игроков именно в цифрах, что просто в какой-то момент стал офигительным просто аналитиком. Только таким вот, знаете, не про сухие цифры, а осознанием геймдизайна. Это очень круто. Суперкрутая, крутая позиция. Таких специалистов дико мало, их вообще практически нету. У меня двое коллег из дизайнеров ушли в результате программистов. Если в двух словах, они настолько любили буллпринты, что хотели делать больше. И стали хорошими программистами в результате, но как геймдизайнеров мы их потеряли полностью. Продолжение следует...